Завтра по всей России и еще в десятках стран мира пройдет щедрый вторник. Все желающие смогут сделать доброе дело и стать благотворителем. Православная служба милосердия в Екатеринбурге встретит щедрый вторник акцией в поддержку своих подопечных. Эта акция проводится в России впервые и чтобы горожане заранее смогли узнать о ней, добровольцы службы вышли в центр города и устроили флешмоб. В суете повседневных забот, лучик радости и детства добровольцы службы милосердия поют сегодня детские песни и приглашают горожан поучаствовать в добром деле. На улице Вайнера, что в центре Екатеринбурга, всегда многолюдно. Здесь нередко можно встретить молодежь, которая играет на гитаре и поет популярные хиты. Но вот детские песни здесь редкость. За упорчиком начинается ряда, но отмышка начинается с улыбки. Добровольцы держат в руках баннер, который призывает екатеринбуржцев внести пожертвования в поддержку православного приюта для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Он открылся этой осенью и называется «Нечаянная радость». Здесь мамочки находят временную крышу над головой, психологическую и социальную поддержку, помощь юриста, утешение и наставление священника, чтобы в дальнейшем вернуться к самостоятельной жизни. Сейчас в центре четыре места, но если провести ремонт, то появятся еще два. Мы всегда нуждаемся в продуктах, в детском питании. Вот это то, что самые расходные материалы уходят быстро. Нам часто нужны лекарства, потому что и девчонки часто болеют, и детки часто болеют. А лекарства сейчас стоят, сами знаете, очень дорого. Также мы были бы очень рады швейным машинкам, потому что у нас уже был такой опыт. Приезжала доброволец наша замечательная, показывала девочкам, как шить простые юбки. Но, к сожалению, она привозила машинку с собой швейную и также ее увезла, потому что она у нее рабочая, а своей машинки у нас нет. Но было бы здорово, если бы она появилась. Также нам нужно доделать ремонт в большом помещении. И благодаря этому появятся еще две дополнительные комнаты. То есть мы сможем принять больше мам в трудной ситуации, большим помочь сможем. В ходе акции за два часа добровольцы собрали в пользу приюта 10 тысяч рублей. Не страшно вам в центре Екатеринбурга вот так вот выйти и петь? Нет, мы же с Божьей помощью все это делаем. Знаем для чего, для кого. То есть помощь абсолютно адресная. Вот. И детки, и мамы в ней очень нуждаются. Чем больше людей, тем больше разных реакций. То есть, ну, самое главное, всегда находятся небезразличные. Вот. Люди помогают. Я считаю, что это доброе дело. И людям, и вообще детям всем нужно помогать вот такими вот действиями. А завтра добровольцев службы милосердия вновь можно будет увидеть в общественных местах Екатеринбурга. 29 числа мы будем также проводить флешмоб, но уже несколько другой. Будем находиться на плотинке, на вайнера, в нескольких торговых центрах. Наши добровольцы будут безмолвно напоминать о том, что скоро Рождество. И у каждого человека, увидевшего их, появится возможность сделать рождественское пожертвование на подарки подопечным с православной службой милосердия.